Слово 5. Довольно сказано мною о том, какую опытность должен иметь наставник в борьбе за истину. Кроме этого, я хочу сказать о другом предмете, который бывает причиной множества опасностей. Или лучше сказать, не он бывает причиной, а те, которые не умеют хорошо пользоваться им. А само это дело может доставить спасение и многие блага, когда им будут заниматься мужи ревностные и способные. Что же это? Великий труд, состоящий в беседах перед народом, в общих собраниях. Во-первых, послом и большей частью не хотят относиться к говорящим, как к наставникам. А поднимаясь выше положения учеников, принимают положение зрителей, присутствующих на мирских зрелищах. Как там народ разделяется, одни принимают сторону одного, а другие другого. Так и здесь разделившись, одни принимают сторону одного, а другие другого. И слушают говорящих, сообразуясь со своим благоприятным или враждебным расположением. И не в этом только состоит трудность, но не меньше того и в другом. Если случится, кому из говорящих прибавить к своим словам какую-нибудь часть чужих трудов, то он подвергается большим укоризнам, чем похитители чужого имущества. А часто терпит такое обвинение и тот, кто только подозревается в этом, хотя ни у кого ничего не заимствовал. На что я говорю о чужих трудах? Часто он не может пользоваться и своими сочинениями. Люди большей части привыкли слушать не для пользы, а для удовольствия. Представляя себя как бы судьями трагиков или игроков на кефаре. И то искусство, слово, которое мы теперь признали излишним, здесь так одобряется, как у софистов, когда они вынуждаются спорить друг с другом. Итак, и здесь нужен человек с душой мужественный, много превосходящий нашу немощь, чтобы он мог отвлекать народ от этого непристойного и бесполезного удовольствия и приучать его к слушанию более полезного, так, чтобы народ ему следовал и повиновался, а не он руководился прихотями народа. Но этого нельзя достигнуть иначе, как двумя способами. Презрением похвал и силою слова. Если не будет одного из них, то и остальной по отделению от первого будет бесполезен. Если презирающий похвалы не преподает учения, растворенного благодатью и солью, то он лишается уважения у народа, не получая никакой пользы от своего великодушия. А если исправный по этой части будет причать со славой рукоплесканий, то произойдет одинаковый вред и для народа, и для него самого, как старающегося по пристрастии к похвалам говорить более для удовольствия, нежели для пользы слушателей. И как тот, кто не имеет пристрастия к похвалам и не умеет говорить, хотя не угождает народу, но не может приносить ему и какой-либо значительной пользы от того, что не может ничего сказать, так и увлекающийся страстью к похвалам, хотя может вести беседы назидательные для народа, но вместо них предлагает то, что более услаждает слух, приобретая этим себе шум рукоплесканий. Итак, отличный руководитель должен быть силен с том и другом, чтобы недостаток одного не уничтожило другого. Когда он, выступив среди народа, станет говорить обличение живущим беспечно, но потом смешается и станет запинаться, и по скудости речи принужден будет краснеть, то, что исчезает вся польза отсказанного. Обличаемый, негодуя насказанное, и не имея другого средства отомстить ему, осыпает его насмешками за его неумение, надеясь этим прикрыть свои недостатки. Посему нужно ему, как бы какому отличному возниться, хорошо владеть обоими этими совершенствами, чтобы можно было надлежащим образом действовать тем и другим. Когда он окажется неукоризненным во всем, тогда с какой угодно властью может и наказывать и освобождать всех вверенных его руководству. А без этого трудно приобрести такую власть. Впрочем, великодушие не должно ограничиваться одним только презрением, похвал, но и простираться далее, чтобы польза опять не осталась несовершенную. От чего же еще должно воздерживаться? От ненависти и зависти. Полезно нечрезмерно опасаться и бояться несправедливых обвинений, а предстоятелю неизбежно подвергаться безрастудным укоризмам. Не совершенно пренебрегать ими. Но хотя бы они были ложны, хотя бы возводимы были на нас людьми неважными, надо бы настараться скорее погашать их. Ничто так не увеличивает славы худой и доброй, как нерассудительный народ, привыкнув и слушать, и говорить необдуманно, он повторяет без разбора все приключившееся, нисколько не заботясь об истине. Посему не должно пренебрегать народом, но возникающие худые подозрения тотчас истреблять, убеждая обвинителей, хотя бы они были бессмысленнейшие из всех людей, и не опуская ничего из всего того, что может уничтожить недобрую славу. Если же и после того, как мы сделаем со своей стороны все, обвинители не захотят вразумиться, тогда отнестись к ним с презрением. Кто упадет духом от таких неприятностей, тот никогда не будет в состоянии совершить что-либо доблестное и достохвальное. Уныние и непрестанные беспокоя, что могут сокрушить силу души и довести до крайнего изнеможения. Священник должен относиться к посомам так, как бы отец относился к своим малолетним детям. Как от этих мы не отвращаемся, когда они оскорбляют или ударяют, или плачут, и даже когда они смеются и ласкаются к нам. Не очень заботимся об этом. Так и священники не должны ни надмиваться похвалами народа, ни огорчаться порицаниями, если они будут неосновательны. Трудно это, блаженный, а может быть, я думаю, и невозможно. Слышать себе похвалы и не радоваться? Не знаю, случалось ли кому-нибудь, когда-нибудь из людей? А кто радуется этому, тот, конечно, и желает получать их. Желающий же получать их непременно будет печалиться и унывать, и скучать, и досадывать, когда лишается этих похвал. Как богачи, пока богаты, веселятся, а обеднев сетуют, и привыкнув к роскоши, не могут переносить жизни бедные. Так и пристрастны к похвалам, не только тогда, когда их порицают напрасно, но если их нечасто хвалят, терзается в душе, как бы каким голодом, если они привыкли к похвалам, или услышат, что другие удостаиваются похвал. Сколько же трудов и сколько огорчений, думаю, что предстоит вышедшему на подвиг пчения с такой страстью. Невозможно, чтобы море когда-нибудь не волновалось. Невозможно, чтобы и душа такого человека оставалась без забот и скорби. Кто владеет великой силой слова, а ее у немногих можно найти. Даже и тот не бывает свободен от непрестанных трудов, так как сила слова не дается природой, но приобретается образованием, то хотя бы кто довел ее до высшего совершенства, и тогда он может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не будет развивать этой силы. Таким образом, образованнейшие должны более трудиться, нежели менее образованные, ибо нерадение тех и других сопровождается неодинаковым ущербом, но у первых он столько важнее, сколько различия между тем, чем владеет те и другие. Последних никто не будет укорять, если они не произносят ничего отличного. А первые, если не всегда будут предлагать беседы, превышающие то мнение, которое все имеют о них, то подвергаются от всех великим укоризмам. Притом последние и за малое могут получать великие похвалы. А первые, если слова их не будут сильно удивлять и поражать, не только не удостаивается похвал, но и находят многих порицателей. Слушатели сидят и судят о проповеди не по ее содержанию, а по мнению о проповедующих. Потому кто превосходит всех красноречием, тому более всех нужно усердно трудиться. Ему нельзя извиняться тем общим недостатком природы человеческой, что невозможно успевать во всем. Но если беседы его не вполне будут соответствовать высокому мнению о нем, то они сопровождаются множеством насмешек и порицаний от народа. Никто сам себе не рассуждает о том, что приключившееся уныние, беспокойство, забота, а часто и гнев, помрачая чистоту ума, и не позволяет произведениям его являться светлыми. И что вообще человеку невозможно всегда быть одинаковым и во всем успевать. Но естественно иногда и погрешить и оказаться слабее собственной силы. Ни о чем этом, как я сказал, не хотят подумать. Но винят проповедника, судя о нем, как об ангеле. И вообще человек таков, что на заслуги ближнего и многочисленные, и великие не обращают внимания. А если откроется какой-нибудь недостаток, хотя бы незначительный, хотя бы давно случившийся, тотчас узнает его, немедленно привязывается к нему и всегда помнит его. И это мало и незначительное часто уменьшает славу многих и великих мужей. 456. Видишь, почтенный, что сильному в слове нужно иметь особенно большую ревность, а вместе с ревностью такое терпение, в каком нуждаются не все из вышеупомянутых мною. Многие непрестанно беспокоят его напрасно и без причины и, не имея в чем обвинять его, враждует против него за то, что он всеми уважается. Нужно мужественно переносить гнусную их ненависть. Не желая скрывать этой проклятой ненависти, питаемой ими без всякой причины, они злословят и порицают, клевещут тайно и враждует явно. Если душа при всякой такой неприятности станет беспокоиться и раздражаться, то она не может быть бодрой, изнемогая от печали. И не только сами они мстят ему, но стараются делать это через других. Часто выбрав кого-нибудь, не умеющего ничего сказать, они превозносят его похвалами и удивляются ему выше его достоинства. Одни делают это по безумию, другие и по невежеству, и по зависти, чтобы унизить славу достойного, а не для того, чтобы прославить недостойного. Но не только с ними бывает борьба у доблестного мужа, но часто и с невежеством целого народа, так как невозможно, чтобы весь собравшийся народ состоял из людей образованных. Но иногда большую часть собраний составляют люди простые, прочие же, хотя и разумнее этих последних, но в сравнении с людьми способными судить о красноречии гораздо более несведущи, чем все другие в сравнении с ними. А найдется и два, один или два человека, имеющих такую способность. Неизбежно происходит то, что говоривший лучше получает менее рукоплесканий, а иногда остается и без всяких похвал. Нужно вооружаться мужеством против таких несправедливостей и тех, которые поступают так, по невежеству, прощать, а тех, которые делают это по зависти, оплакивать как несчастных и жалких и быть уверенным, что собственная сила ни от тех, ни от других не умаляется. Так и живописец отличный, превышающий всех в своем искусстве, видя, что люди, не сведущие в этом искусстве, осмеивают картину, написанную им с большой тщательностью. Не должен падать духом и считать картину худою, по суду, невеж, равно как и считать удивительную и прекрасную действительно худую картину, потому только, что ею восхищаются невежды. Отличный художник должен быть сам и судьей своих произведений, хорошими или худыми они должны считаться тогда, когда произведший их ум произнесет о них тот или другой приговор, а о мнении посторонних неверным и неопытным никогда и думать не нужно. Так и принявший на себя подвиг учительства должен не внимать по хвалам посторонних людей и не ослабевать своей душой без них, но составляя поучение так, чтобы угодить Богу, ибо это должно быть у него правилом и единственной целью тщательнейшего составления поучений, а не рукоплесканий и похвалы. Если будет хвалим людьми, пусть не отвергает похвал, если же не получает их от слушателей, пусть не ищет и не сетует, потому что для него достаточно и наилучшее утешение в трудах есть то, если он может сознавать в самом себе, что он составлял и направлял свои поучения на благо угождения Богу. Подлинно. Кто предается страсти к безрассудным похвалам, тот не получит никакой пользы ни от многих трудов своих, ни от силы своего слова, потому что душа, не умеющая переносить неразумных суждений народа, слабеет и теряет охоту к упражнению в слове. «Посему больше всего нужно приучаться презирать похвалы, потому что без этого недостаточно одного умения говорить для сохранения в себе этой силы. Даже если кто захочет обратить тщательное внимание на того, у кого недостает этой способности, то найдет, что и он не меньше того имеет нужду в презрении и похвал. Не достигая славы от народа, он неизбежно впадет во множество грехов. Так, не имея сил сравняться с отличающимися способностью красноречия, он не удержится от вражды к ним и зависти, и напрасных порицаний, и многих подобных непристойностей, но решится на все, хотя бы предстояло погубить свою душу, только бы приобрести славу их скудостью и своих способностей. Кроме того, он утратит и ревность к этим трудам, так как некоторое расслабление постигнет душу его. Много трудиться, а получать мало похвал, это действительно может изнурить и погрузить в глубокий сон, не умеющего придирать похвалы. Так и земледелец вынужденный трудиться над неплодным полем и возделать каменистую землю, скоро оставляет труды свои, если не имеет большой склонности к работе и не опасается голода. Если же способные говорить с великой властью имеют нужду в постоянном упражнении для сохранения этой способности, то нисколько не приготовившиеся ранее и принужденные думать об этом во время самых подвигов, какие встретят трудности, какое беспокойство, какое смущение, чтобы с великим трудом приобреть какой-нибудь малый успех. А если кто-нибудь из поставленных после него и занимающий их низшее положение успеет более его прославиться по этой части, тогда нужна душа как бы божественная, чтобы не предать ненависти и не впасть в уныние. Стоять на высшей степени достоинства и быть превзойденным низшими и переносить это мужественно это свойственно необыкновенной и не моей душе, но как бы адамантовой. А эта неприятность бывает еще сносной, когда превзошедший скромен и весьма умерен. Но если он будет дерзок и горд и честолюбив, тогда тому нужно каждый день желать себе смерти. До такой степени горькой для того жизнь сделает он, превозносясь над ним явно, насмехаясь тайно, отнимая от него власть более и более, стремясь заменить его во всем и во всех этих случаях находя себе важную опору в свободе речи, расположенности к нему народа и приверженности всех посомых. Разве ты не знаешь, какая ныне развелась в душах христиан любовь к красноречию и что занимающиеся им больше всех уважаются не только у внешних язычников, но и у пристных в вере. Галатам 6.10 Кто же может перенести такой стыд, когда во время его беседы все молчат и тяготятся и ожидают окончания слова как бы какого отдыха от трудов, а другого, хотя и долго говоря, слушают с долготерпением, досадуют, когда он хочет остановиться, и гневаются, когда он намеревается замолчать. Все это теперь кажется тебе маловажным и не заслуживающим внимания, как неиспытанное, но может погасить ревность и ослабить душевную силу, разве кто, отрешившись от всех человеческих страстей, почиться уподобиться бесплотным силам, не подверженным ни зависти, ни словолюбии, ни другой какой-нибудь подобной слабости, если найдется такой человек, который может попрать этого неуловимого, неодолимого и дикого зверя, то есть народную славу и отсечь многочисленное его голову и лучше не допустить этой славе и зарождаться вначале, тот будет в состоянии удобно отражать все эти нападения и остаться спокойным, как бы в тихой пристани. А кто не освободился от нее, тот обременяет свою душу, как бы разнообразную борьбою, постоянным смятением и унынием и множеством других страстей. Нужно ли исчислять и прочие затруднения, о которых не может и говорить и знать тот, кто не испытал их на самом деле?